10.30, в Москве мы продолжаем. Так, Северная Корея официально подтвердила проведение очередного ядерного испытания. Вот я обещала несколько минут назад, что мы полностью покажем это объявление, сделано оно было, или заявление, сделано оно было по каналам государственного телевидения Северной Кореи. И это будет без перевода, без купюр, в полном объеме. Ну, там важны эмоции. А по смыслу, что он говорит, да, рабочая партия, да, мы это запустили, мы это сделали, ура. Смотрим. Северной Кореи Но если бы могла, я бы сделал синхронный перевод, я просто знаю, о чем уже там говорится. Итак, мы провели очередное ядерное испытание. Ученые рабочей партии успешно провели вот этот запуск. И говорится, что ядерная боеголовка была модернизирована. И все это в рамках государственной программы. Ну, вот таким образом получается, что это испытание стало вторым в этом году и пятым с 2006 года. Ну, вот я ссылаюсь в данном случае на официальную статистику МАГАТЭ. Южная Корея, США, Япония обратились в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета Безопасности. Получили ответ, да, оно будет созвано. Южнокорейские военные говорят, что Пхеньян провел в действие взрывное устройство мощностью 10 килотонн. Американские эксперты называют другие цифры. А 20 до 30. Но для сравнения, мощность атомной бомбы, сброшенной в США на Хиросиму, составила всего 16 килотонн. Вот если эта информация подтвердится, эти испытания станут самыми крупными в истории Северной Кореи. Радиационный фон в регионе пока не превышен. В норме он и на дальнем востоке России, хотя ветер туда дует. Сейчас как раз со стороны Северной Кореи.